На дворе сугробы, а в администрации Ивановского района уже разговор о лете. Так уж получилось, что большая часть вопросов повестки заседания общественного совета связана с событиями, которые запланированы на теплое время года. Первое, кстати, неотвратимо. Вырастет борщевик, и ему нужно дать отпор. Эта проблема уже зашла и в населенные пункты, и в огороды, и в дошкольные учреждения, и в различные социальные моменты. Далеко ходить не будем. Главу вижу Чернорежеское поселение. Серьезная проблема. Богданевское поселение, Озерновское поселение, ряд других поселений, где раньше хорошо функционировали сельхозпредприятия, и его завозили как сельхозкультуру. Для начала решено собрать координационное совещание с представителями дорожных служб, учреждений соцсферы, специалистов Россельхознадзора, ну и, конечно, общественности. Составить карту зарослей борщевика. Сейчас до того, как ядовитые зонтики успели вырасти, важно понять, кто за какой участок отвечает, чтобы потом можно было спросить, почему опасное растение не скошено. Задача на 2018-й – не допустить цветения. В этом году в сельских поселениях средства на борьбу с борщевиком заложены. Предусмотрены деньги еще на одно полезное дело – на программу формирования комфортной среды сел и деревень. Это ноу-хау Ивановского района, а точнее, простое желание жителей села тоже жить в комфорте. Городам средства на благоустройство выделяет федеральный бюджет. В этом году попробовать в 2018 году реализовать за счет средств поселения, за счет средств благоустройства. И провести вот точно такой же по налоге конкурс, как «Городская среда», но на селе. Организаторами будет выступать сельские поселения, общественные советы. И будет также голосование, то есть по той же методике. Жители проголосуют, самые активные жители какого двора, они фактически получают такую грантовую поддержку. Каждое поселение на благоустройство готово выделить около 200 тысяч рублей. С 8 по 25 февраля начнется прием заявок от жителей, чтобы они хотели видеть. Будет опрос населения конкретно, в какой деревне, что им, значит, и там, где, вот уже мы говорили, где активные, и где хотят, и где будут потом содержать эти площадки, будут делаться или детские площадки, или зеленение, или, в общем, все, что жители захотят, и с учетом того, на что есть деньги. Есть вероятность, что в марте на выборах президента жители сельских поселений Ивановского района смогут также проголосовать за территорию, которую нужно благоустроить. В каждом из 11 поселений будет облагорожен как минимум один двор. Больше повезло только новоталицам. Поселение попало в федеральную программу. На благоустройство площади Рупасова государственная казна готова потратить 1 миллион 700 тысяч рублей.